Приветствую вас, мои дорогие зрители! Меня зовут Лилия Донскова. Сегодня у нас с вами обзор каталога номер 14 компании Арифлейн. И я вам покажу продукты, которыми я сама пользуюсь, расскажу, что мне нравится, что не нравится, дам рекомендации, что подобрать для себя, для клиентов и так далее. И вы знаете, я нарушила традиции, заглянула уже в каталог номер 15 и 16 компании Арифлейн. И я вам хочу сказать, что начиная с этого каталога становится еще больше и больше интересных предложений, новинок и классных соблазнов, перед которыми очень трудно устоять. Итак, давайте приступать к просмотру. Если у вас будут какие-то вопросы или дополнения, пишите в комментариях под этим видео. Поехали! Итак, каталог номер 14 начнет свое действие с 5 октября и закончится 24 октября. Ровно 3 недели. Итак, нас с самого начала каталог балует новинками. И это будет специальное смягчающее средство с маслом апельсиновой косточки. Если у вас есть бумажный каталог, потрите обязательно вот это вот местечко, отметочку и вдохните это чудо-аромат, который просто напоминает сразу Новый год, праздники и так далее, и так далее, обязательно себе возьму. Я обожаю ароматы апельсина. И в этом каталоге, кстати, будут еще кое-какие сюрпризы с апельсином. Следующая страница – это средство для ног. Средство для распаривания с имбирем и мандарином. То есть это средство мы добавляем в ванночки ножны. Вот мне это обязательно нужно. Также крем для ног с имбирем и мандарином. Мне кажется, он будет обладать таким увлажняющим и даже согревающим эффектом. Потому что имбирь, он такой вот согревающий. И классная пилка для ног. Кстати, таким пилками пользуюсь постоянно и делаю с ними скрабирование. И на сухие ножки, кстати, тоже очень здорово. И можно со скрабом просто так полосочку скраба нанести на пилочку. И делать отшелушивание на ногах. Далее. Крем для рук пьяный или цитрус, извините. Пряный цитрус, конечно же. Мы так шутили, говорили раньше. Потому что это не новинка. Раньше уже был этот наборчик. Крем и мыло. Чудесный набор. Обязательно повторю. Особенно люблю мыло из этой серии. Оно очень крутое. Вот оно и выглядит как апельсин. И аромат у него очень вкусный. Это чудесный подарок к Новому году. Если вы любите заранее готовить подарки, то вот уже можно запаски делать. Далее. Огромные объемы. Смотрите всегда на объем. XXL. Гель для душа. Один неизведанная Камчатка. Вот это Камчатка. А этот у нас пляжи Калифорния. И также щетка. Вот такая вот огромная щетка для тела. Не путайте. Это не щетка для зубов. Это именно для тела. С ней можно делать массаж. И сухой. Та уже, который сейчас очень популярен. И модный такой массаж. И купаться. Благодаря длинной ручке щетка достает во все места. И спину, и ягодицы. Вы спокойно потрете. И будет очень даже вам удобно. Далее. Удобно то, что здесь есть веревочка. И можно повесить, чтобы щетка стекла. Брала я такую щетку и в баню. Очень удобно. Просто классно кожа отшелушивается, когда она такая распаренная. Поэтому смело рекомендую всем. Такую щетку можно в каждый дом. Тем более, что у нее приятная цена. Смотрите. У нас всегда на этой страничке есть предложение заказать набор. Код набора 128450. Что вы получите? Следующий каталог. Номер 15. Пробник аромата Эклат Мадемуазель. Пробник адаптивной тональной основы. Естественной бежевой. И пробник сыворотки лифтинг для лица Novage Ultimate Lift. Новинки. Смотрите. 4 продукта за 69 рублей. Отличное предложение. Особенно рекомендуйте новичкам. Во-первых, они перепробуют разные продукты. Или будет возможность сделать подарочек клиентам. И, конечно же, новый каталог. А каталогов много не бывает. Далее серия для лица и рук. Ну, и для губ, конечно. Крем для лица. Крем для рук. Бальзам для губ защитный. Это серия с воском пчелиным и миндалем. Обладает приятнейшим ароматом. И хорошими увлажняющими питательными качествами. Я просто обожаю этот крем для рук. Я его брала несколько раз. И с удовольствием опять повторю. И эта страничка у нас для кожи, которая нормальная и склонная к сухости. Будет прекрасно. Потому что алоэ и кокос вместе дадут и приятное успокоение кожи и увлажнение. В эту серию входит крем для лица, крем для глаз. Далее у нас здесь очищающий крем для умывания. И освежающий тоник. Не представлена здесь маска, которая, кстати, у меня имеется. Но я вам покажу, как выглядит упаковка. Красивая, нежная, такая лаконичная упаковка. С красивыми предметами. То, что входит в состав. И хороший, классный продукт. Далее. А, кстати, еще губку. Рекомендую эту губку для очищения кожи. Ей чудесно и умываться, и снимать маски. Потому что особенно сухие маски с глиной, они очень плохо удаляются. Далее серия с органическим овсом и ягодами Годжи. У меня представлена маска успокаивающая. Обожаю эту маску. В принципе, вся серия Love Nature мне очень нравится. Я всегда беру маски. Мы заказываем мицеллярную воду. Потому что у меня дочка очень любит мицеллярную воду. Ей снимает макияж и очищает кожу. Итак, чем мне нравится эта маска? Она питает очень круто. Отлично пахнет. У нее такой приятный-приятный аромат. И это маска с согревающим эффектом. То есть, когда вы ее первый раз нанесете на кожу, вы почувствуете прям жар такой. Я когда нанесла, я испугалась. Думала, у меня аллергия. Хотя у меня крайне редко бывает аллергия. А на Reflame в принципе нет. И потом, когда я смыл эту маску, я увидела, что кожа приятная, розовенькая, нежная, очищенная, увлажненная. И я поняла, что это что-то особенное. Стала читать про эту маску подробности. И оказалось, что действительно она обладает согревающим эффектом. На следующей страничке у нас ждет серия с огурцом. Три продукта объемом 30 мл. Вот смотрите сюда на объем. Потому что иногда я приношу клиентам заказы. И они такие, ой, а почему такие маленькие? Потому что здесь написано 30 мл, значит маленькие. Итак, здесь у нас скраб для лица, маска и гель для лица, питательный. То есть первые два мы смываем, гель у нас увлажняет. Далее серия для волос. И у нас представлено в двух вариантах. Можно взять большой объем 500 мл, а можно взять маленький объем 250 мл. 250 выглядит вот так. А соответственно 500 будет выглядеть в два раза больше. Считайте по выгоде. Где выгоднее? На мой взгляд, конечно же, выгоднее взять большой объем. Потому что есть разница в цене. Но если сравнить, например, два продукта маленьких или один большой, конечно, выгоднее один большой. Мне, кстати, очень нравится эта серия. И как правило, первый раз, когда я мою голову, я беру какой-то из шампуней серии Love Nature. Потому что они очень хорошо промывают волосы, хорошим очищающим обладают эффектом. А потом я использую какие-нибудь шампуни, например, серия HairX или мед и молоко, Botanicals или Eleo. То есть любую серию, уже более дорогую, с богатыми питательными компонентами, для того, чтобы уже дать волосам уход. То есть первое очищение, потом уход. Маски. Ой, одну не взяла, покажу вам две. Ну, понятно, маска выглядит таким образом. То есть большой пакет, 30 мл. Мне хватает на два раза. То есть я отрезаю кончик, ну, тут есть линия разрыва. Выдавливаю половину, мне хватает на всю мою шевелюру. Потом, в следующий раз мою голову, использую вторую половинку. Или, говорю, дочке, ты планируешь мыть голову, возьми, пожалуйста, половинку маски, используй. Маски мне нравятся очень, вот прям очень. Особенно маска с манго. У них у всех классный натуральный такой природный аромат. Обладают классными качествами. Мне эти маски напоминают маску, которую вкладывают в краску для волос. То есть настолько она восстанавливает волосы, увлажняет их, питает. Они становятся такие блестящие, ну, шикарные просто. А есть еще вот такой продукт малюсенький, мало кто о нем знает, обычно даже и не замечает, что это такое. Это специальное масло для сухих волос. В составе у него пшеница и кокосовое масло. Нужно разогреть этот флакончик и нанести на влажные волосы, слегка подсушенные. То есть первый раз мою голову, второй раз мою, потом наношу это масло и все смываю. Что делает это масло? Я его наношу как маску. То есть держу где-то минут 20-30 под шапочкой нашей специальной термошапкой. И после того, как смою это масло, то сразу чувствую просто, насколько волосы оживают. И они становятся, ну, вот просто, просто волшебные. Поэтому я рекомендую эту маску и в этом каталоге, мне кажется, это одна из лучших скидок, которые я видела на эту маску. Далее средства для волос и тела. Так, смотрю, где-то я брала это масло, но сейчас я его почему-то не вижу. Сейчас поищу. У меня здесь так много продукции, что могла куда-то поставить и не заметить. А, вот же, на самом видном месте. Так, сейчас у меня масло миндальное. Как я его использую? Во-первых, мы с ним делаем массаж. Во-вторых, его можно добавлять в ванну. В ванночку, когда делаем маникюр или педикюр. Далее, я наношу на волосы перед мытьем. Вот, интересно, прям на сухие волосы перед мытьем. И долго хожу, не засекаю времени, просто долго хожу, потом смываю уже шампунем. Можно нести после мытья волос. И посмотреть, есть ли вашим волосам хорошо, то есть не нужно смывать. Если кажется, что жирновато, то просто походите как маску, используйте, потом смойте. Просто у меня волосы настолько сухие, что я наношу, когда небольшое количество на волосы, оно все впитывается и даже нет желания смывать. То есть все хорошо. Крутая очень расческа. Я свою не взяла, но я ее пользуюсь сама, и у меня такая же у дочки. Мыла. Обожаю эту серию. У меня как раз мыльца одна лежит открытая, чтобы выходил из него аромат. Я кладу обычно вот в белье, чтобы просто вкусно пахло, свежестью. Вот, очень вкусно пахнет. И мыльца приятная в руке. То есть мы его вот так вот моем в руке, оно не выскальзывает. У него нет острых краев. Оно такое все приятненькое, гладенькое, очень-очень вкусно пахнет. И эти мыла, они обладают увлажняющим эффектом. Классно пенится. То есть такая густая-густая пенка получается. Здесь разные варианты. Выбирайте, какие вы любите. Всего 69 рублей. Далее. Ароматы. Я буду говорить про те ароматы, которые особый след у меня оставили. Потому что, ну вот честно могу сказать, что я считаю, что аромат рассказать трудно. И если мне какой-то аромат безумно нравится и сводит меня с ума, или наоборот он мне просто абсолютно не нравится, это не значит, что он понравится или не понравится нам, вам. Потому что у нас разное восприятие ароматов. Поэтому нужно заказывать тестеры. И тестировать несколько дней, носить на себе, нюхать, дыхать. Слушать, как отзывается тело, нравится вам, не нравится. Какая вы с этим ароматом становитесь. Потому что некоторые ароматы вызывают тошноту, головную боль, усталость какую-то. Да, вот прям вот нет сил двигаться. Другие ароматы вдохновляют, как вот новый аромат, который у нас выходит в каталоге номер 14. Я его обязательно закажу. Хотя он абсолютно нестойкий. На мой взгляд, это ну 2-3 часа на мне я его чувствую. Ну, кстати, из пробника, из оригинала, чуть подольше. Потому что у меня есть его сестра. Сестра. Это сливовый аромат. Я его очень люблю. Мне, кстати, напоминает Love Potion Secrets. Хотя ценник у него такой вот невысокий. И его тоже можно будет приобрести. Просто вкуснятина. Просто настроение супер создается с этим ароматом. И я получила пробник новинки. Тоже его тестирую. Каждый день наношу на себя. И мне очень он нравится. Я получаю огромное удовольствие. Вот, покажу вам еще такие вот продукты. Так, секунду, еще у меня что-то есть. А, вот гель у меня есть такой. Be Happy. Что я могу сказать про эту серию? Она с натуральными эфирными маслами. И поэтому, когда купаешься с этим гелями или вот с этим муссом, то вот просто такое удовольствие и наслаждение. И просто от аромата, от качества продукта, от этой пенки. Пенка, я сейчас вам покажу, какая она густящая. Надо так взбить. Это просто вот, я не знаю, на грани оргазма. Это просто такой кайф. Смотрите. Смотрите, какая пена. То есть она вот такая вот густая-густая-густая. Такая, обволокит все тело. У нее чудесный просто аромат, от которого вот, ну, слюньки прям текут. И я, конечно, всем рекомендую этот продукт, потому что самой нравится. И у меня его действительно часто заказывают, потому что, вот видите, и все, она будет лежать и долго-долго еще не растает. Часто заказывают, потому что то, что мне самой нравится, я всегда об этом рассказываю с таким удовольствием. И вот прямо говорят, девчонки, ну попробуйте. И вы же потом скажете, что лучше вы ничего не пробовали в своей жизни. Объем здесь 200 миллилитров, хотя флакон кажется гигантским. Если вот сравнить с серией Vita Care, то 250 миллилитров. А этот выглядит больше, хотя здесь объем больше, на 50 миллилитров. Но хватает его надолго, потому что он хорошо пенится, и расход большой не предполагается. То есть достаточно небольшой капли. Следующей страничке у нас будут ароматы. Кстати, я очень люблю эту серию, смотря, смотрите, всего 499 рублей. Но он и стойкий, то есть 5 часов точно держится аромат. Вот у меня такой жасмин, у дочки был вишневый. Стойкий, вкусный. Он не пахнет дешево. То есть он действительно отдает приятные, красивые ноты. Поэтому я всегда регрендую. Не смотрите на ценник, смотрите на то, чтобы вам нравился аромат. Далее у нас серия Valoré. Кстати, Valoré Forever, на мой взгляд, это чисто прям весенний аромат. А вот Valoré классический, он действительно классно подойдет на осень. Поэтому, да, тоже смотрите по ноткам, какие вам нравятся. Ноты такие и выбирайте. Ну, конечно, я люблю Infinito, очень аромат. Такой сладкий, женственный, но не притерный. И мне очень понравился Divine Idol, необычный, просто настолько необычный. Я его никогда не пробовала раньше. Случайно просто клиентка открыла флакон. Я вдохнула его и сказала, мне тоже такой нужен, он классно пахнет. Поэтому, ой, обожаю Cloud Weekend. Это просто невероятно вкусный аромат. Он очень стойкий, шлейфный. И он действительно находит отклик не только в том человеке, который его носит на себе, а в окружающих. То есть он действительно говорит о том, что это очень крутая леди. Она знает себе цену. Про мужские ароматы это отдельная песня. Даже ничего говорить не буду. Кстати, люблю Excited Force. Я люблю серию Glacier. Мне нравятся они все, потому что они какие-то необыкновенные. При том, что они стойкие и вкусно-вкусно пахнут. И здесь у нас тоже мужская серия. Балуйте мальчиков своих обязательно. Пусть они знают, как вы их любите. Потому что они тут же вам дадут свою любовь в ответ. Балуйте их кожу. Потому что приятно смотреть, когда мужчина ухоженный, красивый. У него нет прыщей, широких пор и черных точек. Согласитесь? А еще и вкусно пахнет. Так, далее. Вот. Я просто вот когда это увидела, даже я не увидела, одна из зрительниц мне написала, «Лиля, будет твой любимый набор». Как вы помните, что я люблю эту чернику. Я, в принципе, все с черникой люблю. Для меня это какая-то ягода, не знаю, ассоциации с детства. Хотя у нас не было черники, но почему-то меня уводит этот аромат в какое-то состояние просто уюта, домашности, заботы. Поэтому обязательно возьму себе этот набор. В прошлом году эта серия была. Я брала себе три набора, все использовала. Очень много у меня их заказывали. Особенно к Новому году у меня одна клиентка штук 10 или 12. То есть прям огромное количество взяла на подарки. Потому что она сказала, «А, какая классная цена! Хочу!» И красиво. Посмотрите, здесь снежинки. Вот этот вот красивый такой венок по контуру крема. Здесь у нас крем для душа и крем для тела. То, что нужно. Крем для тела 150 мл, крем для душа 200 мл. То есть такой хорошенький, красивый наборчик. И этот уже у нас гель здесь фигурировал. Я его показывала. И три кусочка мыла. Раз, два, три. Макадамия у нас идет дальше. Сочный лайм и бодрящий апельсин. Такие хорошие, приятные кусочки мыла по 65 грамм. Отличная цена. Хорошие по качеству. Мы тоже берем их часто. И отличный гель для душа. Всего за 99 рублей. Отличный гель, который классно пенится. У которого вкусный аромат. Не химикозный, а вот прям пахнет живым апельсином, живым лаймом. Я их все брала. И поэтому точно знаю, что они классные. Следующая страничка тоже для наших красивых ножек. Да, конечно, приходит зима. Зимой ноги сохнут. Они постоянно у нас в носочках, в колготках, в капроне. То есть ноги не дышат. Закрытая обувь тяжелая. И вот часто бывает, что люди в зимней обуви находятся долго в помещении, в теплом, жарком. Поэтому ноги просто в шоке, мне кажется, пребывают. Поэтому помните о том, что им нужно дать самый лучший уход. Питание, отшелушивание. Чтобы ваши ножки отдыхали. Для рук тоже. Сейчас начнется зима. Кожа будет сохнуть сильнее. Потому что перепады на улице холодно, в помещении сухой, горячий воздух. То влажность высокая. Поэтому нужно постоянно наносить на себя ухаживающие, увлажняющие продукты, которые вам нравятся. Например, я очень люблю крем с миндалем. У меня даже он где-то есть. Точно есть. Вот, покажу. Вот такой вот огромный флакон. Он у меня новый, но я его открою, потому что это для себя. Смотрите, огромный флакон, 150 миллилитров, удобнейшая крышечка. Я вообще люблю откидные крышки в кремах, потому что мне не нравится, когда крышку надо открутить, положить, закрутить. То есть это абсолютно неудобно. Я сейчас вам покажу это на зубной пасте. Такие крышечки. Вот он. Смотрите, он густой, но он не липкий, он не жирный. То есть он хороший, прям хорошо впитывается. И увлажняет. Вот такие густые крема я использую обычно или на ночь, или если я долго занималась готовкой и уборкой. То есть чем гуще, тем лучше, потому что он хорошо напитает кожу и восстановит ее. Вот я на эту руку нанесла, а на эту нет. Ну, я, кстати, сегодня наносила крем, поэтому она все равно не такая сухая. Но все равно сразу будет видно, какая сытенькая кожа становится. И довольная, что вы ее хорошо-хорошо напитали. Ой, аромат такой вкусный. Далее, для нашего, как сказать, красивого бедра, чтобы наши окорочка были шикарные. То есть от целлюлита, для плоского животика, от растяжек. То есть у нас есть специальные средства, Optimals Body, которые подтягивают кожу и стимулируют кровообращение. То есть используя регулярно, каждый день вы увидите результат. И если вы будете делать от случая к случаю, как это я вот люблю делать, то результата вы не увидите. Кстати, хороший дезодорант. Почему я не взяла? Я сейчас таким сереньким пользуюсь. Ну, кстати, я его больше всего люблю, потому что он без белых следов. И все время его заказываю. Станки мне не понравились. Вот эти восковые полоски мне тоже не понравились, потому что они начисто у меня не удалили. У меня волосики, в общем-то, достаточно такие крепкие и досталась вот мне от папы, да, такая повышенная лохматость. Вот, станки мне не понравились, казались неудобными. Я себе станки покупаю практически похожие, но те, мне кажется, более, ну, совсем другие. Поэтому не рекомендую. Не знаю, может быть, кто-то пользовался, вам понравилось, напишите в чате. Зато очень крутое новое средство. Это крем-гель для интимной гигиены и бритья. То есть мы и умываемся сразу, да, интимные зоны умываем, и можно побриться. Я уже пару раз попользовался этим средством. Очень понравилось. Поэтому я его с удовольствием вам рекомендую. Я прям ванной приплясывала и говорю, ну, наконец-то, ну, наконец-то. Потому что вот у нас был отдельный гель для бритья, почему-то он у меня не зашел. А вот этот гель очень классный. Прям вот в восторг. Прям приятный и пахнет, пахнет хорошо. Вот. И удобная крышка. То, что откинули и закрыли быстренько. Очень люблю серию спа. Но сейчас у меня оказалось, что ничего нет из этой серии. То, что здесь представлено на страничке. Но что я вам могу сказать. Если вы будете заказывать, помните, это самый крутой скраб на свете, который я пробовала. Это отличное мыло отшелушивающее. Масло увлажняющее. Используйте на влажную кожу. Тогда будет меньше расход и лучше увлажнение. И легкое масло, в принципе, я его даже не успела попробовать. Потому что у меня его дочка моментально использовала на свою кожу. У нее тоже сухая кожа. Она сказала, мама, это вау. Просто вау. А здесь мои любимые серии. Essence & Co. И я вам покажу новый лосьончик для тела с имбирем и шалфеем. Я им начала пользоваться. Вот так удобно, что с дозатором нажали, сколько нужно. То есть нанесли. Пахнет вкусно. Впитывается моментально. В составе тоже натуральные масла. Вот все, как я люблю. То есть нежно, легонько. Приятный аромат. Такой натуральный. Ой, какой же он приятный. А мыло у нас просто настолько всем понравилось, что уже третья часть уже закончилась. Хотя всего, сколько получается? Полторы недели у нас этот продукт. Но все им активно пользуются. И, наверное, даже купаются. Я так подозреваю. Да, можно это делать, конечно. Вот. Но продукт дорогой. Поэтому я им сказала, говорю, так, не надо им купаться. Хотя, конечно же, мне не жалко. Далее средства для малышей. У меня есть маслица. Уже прям чувствуется, что здесь половиночка. И бальзам. То есть с этих страничек. Новых продуктов, которые недавно вышли под подгузники. Крем и очищающее молочко. Я вам не покажу. У меня нет. Но маслица, оно обычное. Масло оно и в Африке. Масло. Капельку наносим. Наносим на малыша. Гипоаллергенно. Абсолютно безопасно. Прекрасно увлажняет. Никаких отдушек. Нет никаких парабенов страшных. Все это выполнено. Ой, как же мне теперь открыть. Смотрите, пенка до сих пор еще держится. Я вот на салфетку сняла. А у меня теперь руки все в кремах и в маслах. И я не могу открыть бальзам. Вот, открыла. Вот так выглядит бальзам. Тоже у меня дочка им пользуется. Он такой вот пружинищий. Очень классный. Она сказала, мама, это такая прелесть. Вообще супер. Ну, я, конечно же, отдала ребенку, потому что все лучшее детям, как говорится. Ой, вся перемазалась. Смотрите, и с этой странички, и с этой все, что вы будете заказывать. О, масло капнуло на каталог новый. Если берете три продукта, то за тысячу тридцать пять рублей. Если по отдельности, то очень дорого получается. Берите три. Потому что все это расход большой. Можно пользоваться не только малышам, но и людям с очень чувствительной кожей. Поэтому используйте однозначно. Ну, видите, зубные пасты. Я вот люблю пасту травяной комплекс. Мне она очень-очень нравится. Но будет здесь 150 рублей. Я обычно беру, когда цена подешевле. Ну, там бывает 129, 119 мне нравится. Поэтому у меня всегда есть запас. Когда большая скидка, я беру побольше. Для деток тоже зубные пасты, мыльца. Разники, акция. Смотрите, как классно. Если вы закажете себе шикарную краску для волос Арифлейм, то вы можете выбрать любой шампун, который представлен на странице 77. Четыре на выбор. И получается цена 499 рублей. То есть, в общем-то, за два продукта очень хорошая цена. Поэтому рекомендую. Краску нашу обожаю. Вот мой цвет 9.0. Вы все спрашиваете обычно, какой я краской пользуюсь. Вот, пожалуйста, я вам ее сейчас продемонстрирую. Открою, потому что все равно я раз в месяц крашу волосы. Можно, конечно, и почаще. Но мне хватает, не знаю, как открыть, запечатано крепко-накрепко. Мне хватает, у меня волосы выглядят хорошо. Седину перекрывает, все прокрашивает. И так, что входит в состав. Смотрите. Почему удобно, то, что можно дома пользоваться. Маска помялась. Моя любимая маска. Откручиваем, выдавливаем, взбиваем, как бармен. Потом отрываем кончик и наносим по рядочкам на прикорневую зону. И расческой расчесываем. Смотрите, что важно. Есть видео у меня на канале. Можете посмотреть, как я дома сама крашусь. Не так давно и снималась. А вот здесь внутри прячутся перчатки. Многие их не замечают. А они здесь есть. Раз, два. Все, посмотрите, о нас позаботились. Все положили. Ну, кисточка, я надеюсь, у вас дома имеется. Вот такой вот наборчик. 40 минут, и вы красотка. Все, нанесли. 35 минут подержали, смыли. Все. То есть в течение часа у меня уже получается шикарный цвет волос. И можно найти в свет красивый. Следующая акция. Тоже тут для волос у нас все серии. Я их очень люблю, особенно горжусь нашими маслами серии Элио. Вот я сейчас пользуюсь ночным, а дочка защитна. Вот взяла у нее попробовать. Мне они нравятся все. Чем они отличаются? Где-то больше силиконов, где-то меньше. Спрей, мне кажется, самый легенький. Обожаю ночной, потому что вкуснее всего пахнет. Очень люблю укрепляющий, потому что вижу от него эффект. Волосы как будто бы плотнее становятся и более такие крепкие, плотные. Классные расчески. Всем рекомендую щетку для начеса волос. У нее удобный кончик, можно разделить, например, если вы косо сплетете. И действительно, если нужно чуть-чуть приподнять или форму придать волосам, то это лучшее. Щетка для начеса. Серия с медом и молоком. Моя любимая серия. Тут у нас все скрабы для тела, а с этой стороны для волос. И сейчас у нас вот такие есть шампуни-кондиционер. Смотрите, какая красивая форма у флаконов. 250 миллилитров, хватает надолго, концентрированные. Но в целом вся эта серия больше подойдет тем, у кого волосы склонны к сухости, у кого кожа сухая. Потому что очень хорошо питает, увлажняет, аромат приятный. Люблю эту серию. Самая-самая она у нас, как сказать, старинная. Далее пошли у нас туши. Я пользуюсь щипчиками. Не взяла, но они у меня есть. Редко, редко, но иногда пользуюсь. Тушь для ресничек. Именно эта тушь, она нацелена на то, чтобы внешние ресницы сильнее прокрасить. И распахнуть глаза. То есть получается очень распахнутый, красивый взгляд. Моя любимая тушь, конечно, 5 в 1. Забыла вам взять именно эту. У меня есть такая щеточка, вот похожая есть. 5 в 1 здесь чуть-чуть. Кисточка отличается. Но в целом, в общем-то, практически эффект тот же самый. Силиконовая, очень удобная тушь. Крутые с ней получаются реснички. Я думаю, что ее знают, мне кажется, ну уже все. Карандаши для глаз. У меня есть три оттенка. Где третий? Черный, коричневый и натуральный. Хотя мой любимый серый. Натуральный, покажу вам. Выделю кусочек руки. Вот такой вот беленький. Очень круто для макияжа Smoky Eyes. Коричневый. Красивый, коричневый, без красноты. И очень по качеству классные карандаши. Они не смываются, не размазываются. Хорошо, достаточно долго держатся. Поэтому смело их тоже берите. Вот по поводу новинки. Стойкий маркер подводка для глаз. Я скажу так, что мне эта новинка неинтересна. У меня был предшественник. Смотрите. Ой, как же его открыть-то. Мамочки дорогие, помогите. Видите, руки перемазала всякими кремами и всем подряд. Вот, кое-как открыла. У него очень толстый кончик и красить неудобно. То есть не получается тонкие стрелки, только толстые. Если вы любите толстую густую стрелку кошачью такую вот нарисовать, то да, вам подойдет. А если вы любите тонкие стрелки, то надо брать маркер с тонким кончиком. Далее у меня нет ни одного карандаша подводки. У меня есть зато два карандаша, которые у нас уходят из коллекции. Но они такие классные. У меня есть хрусталь. Это кремовые тени в стике. Хрусталь. И у меня есть, по-моему, сейчас скажу какой, чтобы не запутаться. Я так долго выбирала. 81 кофе. Вот, кофе. Он чуть-чуть такой вот, как бы коричнево-серый. Такой хороший цвет. Я им все время крашу. Нижние реснички подкрашиваю и тенями растушевываю. Люблю. Просто они идут как и база под тени, под сухие. И как отдельный самодостаточный продукт. Смотрите, у нас уходят тени, рейфел, несколько оттенков. Вот, мне кажется, темный кофейный, вот как раз у меня вот этот цвет здесь вот. Видите, какой классный? Какой он красивый такой вот. Ух! Кстати, он у меня сегодня на глазах. Я им постоянно пользуюсь. Мне он очень нравится. То, что матовый, то, что такой хороший. Дальше карандаши для бровей не пробовала. Поэтому ничего не могу сказать. Я люблю вот эту палетку. И почему-то... А, ну просто выгодное предложение. Я просто испугалась, что ее снимут с производства. Вот такая палеточка. У нее есть тут тайничок с кисточками. И я ей крашу брови. В основном у меня расходуется светлый цвет. Вот такой светлый. Вот такой темный. Я больше расходую светлый. Или чуть-чуть смешиваю. Чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь. И получать что-то среднее. А третье это воск. Для того, чтобы закрепить брови, придать им форму. Все продукты классные. Смотрите, выходит в этом каталоге скидка на бальзам для мгновенного увеличения губ. Мультиактивный бальзам для защиты в трех оттенках. Далее жидкая матовая губная помада. По-моему, у меня эта серия как раз есть. Мат Вельвет. И оттенок у меня плохо видно. По-моему, четверочка на конце. Да, классический красный, мой любимый. Смотрите, очень удобная кисточка. Очень красивый цвет. То есть он такой прям... Смотрите. Он чуть-чуть лежит на губах и становится матовым. То есть сначала наносим есть влажный блеск. Он потом уходит, и она матовая. И она не сушит губы. Вот что мне в ней понравилось. Поэтому прям смело можно брать. Карандаши для губ. Вы знаете, серия обновилась. А у меня карандаши в старой упаковке. Вот такие. Я, правда, не знаю, чем они отличаются от этих. Я вам покажу оттенки. Мне кажется, оттенки совпадают. Просто покажу, чтобы вы знали. Потому что по качеству это очень хорошие карандашики. Можете их смело тоже брать. Они так же и на губах струятся просто. Просто удовольствие делать контур такими карандашиками. Просто суперские. И хоть их тут мало по объему, хватает их надолго. Далее помады. Нечего показать. Просто скажу, что хорошие. Будет новинка у нас. Набор для контуринга. У меня была в предыдущей версии такая палетка. Я ее обожаю. Просто обожаю. Кисточка. Кто еще не взял такую кисть? Ну, это же просто игрушка. Во-первых, у нее дизайн красивый. Я ее уже сто миллионов раз постирала. То есть я ее постоянно стираю. Ей ничего не бывает. Посмотрите, не обламываются ворсиночки. Она не худеет, потому что волос не выпадает. И она такая приятная. И размер. Очень удобный размер. И для пудры, и для румян, для хайлайтера. То есть все, что вы любите носить на лицо, этой кистью можно спокойно все сделать. Далее средство. Также у нас праймер есть для того, чтобы нанести базу под тон. Праймер, он скрывает поры, выравнивает тон кожи. То есть он такой невидимка, ну, который помогает лучше распределяться тональным средством. Кожа, конечно, выглядит более такая, какая-то красивая. И также у меня есть стойкая, матирующая тональная основа. Хотя я ее не пользуюсь. Не знаю, зачем взяла. Вот. Я не люблю тюбики. Вот, простите меня, конечно, вот это такая неприятная история. Когда открываешь, а тут везде этот тон. Пожалуйста, делайте нам все с дозаторами. Пусть будет чуть-чуть подороже, но удобно. Согласитесь, девчонки, что с дозатором намного эстетичнее и удобнее. Вот. Вот, видите, как это хорошо. Он очень хороший. Я не знаю, я его наношу, у меня кожа не жирная, но мне с ним комфортно. Я его сколько пробовала, просто у меня столько тональных основ. И, конечно же, у меня скоро появится новая. Мы сейчас до этого дойдем. Консилия. Для чего он нужен? Вот если какие-то местечки, например, зона вокруг глаз, темная, или носогубки глубокие. Смотрите, у него такой светлый тон. И я наношу сверху тональной основы, чуть-чуть вбиваю, или кисточкой его распределяю аккуратненько, плотной кистью. И это местечко сразу высветляется и становится таким сияющим, свежим, молодым. Пудры. Такой пудры у меня нет, но я вам покажу просто упаковку, чтобы вы понимали, что это будет все очень просто, очень лаконично, ничего особенного. Но тушь будет, ой, пудра будет хорошая. Вот у меня другой просто оттенок. Но, видите, я пользуюсь. Я просто вам показываю, что эта пудра по качеству очень хорошая. У меня просто другая. Вот у меня светлая. У меня она очень нравится. Профессиональная серия Зеван. Хотелось бы просто упаковочку поразнообразнее. А вот стики – это просто вот моя песня. Я ими крашусь практически каждый день. И они, наверное, никогда не закончатся. Сейчас вам все их покажу. У меня есть три. У меня только нету бронзера. То есть у меня есть средства для контуринга. Так, где я показывать буду? Давайте вот здесь такое вот хорошее, темное, без блеска. Есть румяна. Такой приятный классический цвет. То есть подойдет любому человеку. Я им крашу все. И глаза, и губы могу накрасить. Но на губах суховат, конечно. Ой, опять. Опять. Контуринг очень мне нравится. И хайлайтер. Вот такой вот хайлайтер. Мы его везде тут наносим. Смотрите, какой он такой деликатный. То есть деликатное свечение, ничего лишнего. То есть если вы не хотите, чтобы вы были как новогодняя елка, да, сияли, то вот немножечко деликатного. Это вот как раз оно. Также я им и под тени пользуюсь, и над губкой, чтобы было более такая пухленькая губка выглядела. Губа верхняя. Вот. То есть во всех местах, где нужно вот так высветлить, и чтобы заблестело. Смотрите, по качеству очень нравится. Пользуюсь прям вот с удовольствием. И всем рекомендую. Можно их смешать два цвета. Будет еще красивенько все это. Вот так вот. Вот. Видите? Все. Все довольное. Все очень нравится. Поэтому рекомендую всем от души. Так. Что здесь показать? Ничего не взяла. Классная пилка. Вот губки такие не нравятся. Не очень удобно им макияж носить. Все-таки с закруглением удобнее намного. Пинцет. Лучший пинцет, который я пробовала в своей жизни. Поверьте мне, я за свою жизнь много пинцетов перебрала. Этот самый крутой. Вот прям хоть в пору взять еще один и спрятать. А вдруг тот потеряю. А вдруг снимать производство. Так. Для бровей всегда беру и никогда не пользуюсь. Ну, то есть попользуюсь первые дни. И потом лежит. Очень нравится вот трафарет для макияжа. Удобно им делать стрелочки. Тени, все такое. Я им не красила, как под тушь не использую, чтобы не испачкать. Потому что я и так не пачкаю. А вот если стрелочку затрудняетесь накрасить длинную, красивую, одинаковую на двух глазах, то, конечно, он вам очень понравится. И какое-то будет новое зеркальце раскладное. Ну, хочется чего-то красивого. Согласите, это просто черный пластик. Ну, скучно. Мне скучно. Но лаки я такие не брала. Новинки. Потому что у меня столько лаков. Можете тоже видео посмотреть. Мою коллекцию там штук 70. Но я взяла новинки. Это закрепляющие, быстро сохнущие, чтобы сушить лак быстрее. Но я вам скажу так, что предыдущий его брат, который сушкой был, прям специальной сушкой, он мне нравился больше. Быстрее сохли ногти. И взяла базовое покрытие под лак. Вот использовала. Сегодня делала маникюр. Как раз базу нанесла, лак и сверху вот этой сушкой. Ну вот, посмотрите. Видите, задела. Не успела сушка высушить. А предыдущая успевала. То есть за моей скоростью. Мне надо быстро. Я нанесла, бжих, и все высохло. А вот базовое покрытие пленка для ногтей. Что это такое? Смотрите, нанесли пленку. Высохла. Нанесли лак. Сверху закрепили. Надоел лак. Пленочку подели, сняли. То есть не надо использовать средства для снятия лака. Но ноготь портится. У меня, по крайней мере, предыдущая серия ногти испортила. Через какое-то время? Нет, не сразу. Сначала все было круто. Я пользовалась с удовольствием. Далее мерцающий нюд. Покажу вам помаду из серии On Color. Смотрите. Мерцающий нюд. Вот нюд, в моем понимании, это что-то вот такое. Вот нюдовый беж, вот это нюд. Даже вот это нюдовое. Это, в моем понимании, далеко не нюд. Это какой-то прям супер-мега-яркий хит. Конечно, красиво. Мне оно очень нравится. Оно так сияет круто на губах просто. Помада по качеству очень нравится. Но название не соответствует. Далее. Тут даже мне показать вам нечего. Но точно знаю, что у меня на канале есть обзор вот этой серии. И должно быть вот эта серия обзор. Потому что я все это пробовала, тушу пробовала. Это не тоже хорошая тушь. Зато у меня есть тени. Я богатая, у меня теней много. Тени я очень люблю. У меня есть мерцающий беж и жемчужный розовый. Пользуюсь ли я ими? Нет. Забываю, что они у меня есть. Они классные, особенно вот этот беж. Но вот они лежат отдельно. А я беру палетку, вот ей накрасилось и все. Мне бы их вставить, эти оттенки. Ну, нет, очень красивые. Надо прям на видное место положить и пользоваться. Потому что классные тени, практически новые лежат. Вся перемазалась, как обычно. Далее. Би-би-крем. Кстати, би-би-крем хороший. Пудра хорошая. По-моему, она без зеркальца. Я не помню точно. Так, здесь у нас все без скидок. Ну, кое-что. Вы так вот смотрите, где цены меленькие. Так показано, что со скидками. Очень классные аксессуары. Мечта, вот такой платок. Может быть, даже закажу. Но его не было на складе. Я заказывала. Вот, кстати, рюкзак по обзору мне не понравился. Какой-то хлюпенький. За 2000 рублей. Как-то он форму плохо держит. Поэтому тоже невостойка. Вот от сумочки, от этой прям слюньки текут. Очень стильные цепи. Я себе взяла такую коричневую сумочку. Тоже на нее обзор делала. Какая же это конфетка. Вот просто конфетка. И мне вот эти обе сумочки нравятся. Но я держу себя в руках. Я же вам обещала, что я буду немножечко себя ограничивать. Смотрите, сколько всего новенького. Но аксессуары, конечно, нужно смотреть. У нас сейчас пока бизнес-центр закрыт. И поэтому я не могу вам демонстрировать все новинки. Прибиотический напиток впервые со скидкой. Будем брать, конечно, будем брать. Детям обязательно. Витамины, омегу, себе. Помните, что наше здоровье это самое ценное, во что нужно вкладывать деньги. Серия Эко Бьюти для лица. На 95% натуральные компоненты. Новинка у нас вышла. Серия Энерджайз. Для молодой кожи. Но я пользуюсь и я в восторге. Сыворотка и крем. У меня прям отдельный обзор есть. Я всю эту серию совсем недавно протестировала. Записали. Коротенький ролик. Зайдите, посмотрите, как сияет кожа. Как она изменилась. Эффект реально с первого применения сразу видел. Тут по отдельности со скидкой. У нас будет новая серия Ultimate Lift. Чему я очень рада. Потому что как раз хочу такую серию себе новую. Мой любимый коллаген. Против пигментации. Девчонки, если летом не уберегли кожу, сейчас самое время начать бороться с пигментацией. Потому что в фазе, когда солнце активное, этого делать никак нельзя. Балуйте себя масками. Где маска прячется? Я ее точно приносила. Вот она. Балуйте масками. Смотрите, какое чудо. Вот эта ночная маска, она интенсивно восстанавливает кожу. Вот я ей пользуюсь. Ах, как мне она нравится. Просто кончается, я беру новую. Кончается, беру новую. Потому что если я знаю, что завтра мне нужно круто выглядеть, а я, может быть, там буду нервничать, не высплюсь, я просто нанесу эту маску сразу перед сном, и я знаю, что утром я стану королевой. С розовыми щечками. У меня есть эмульсия против воспалений. А здесь у нас крем против покраснений. То есть я не то взяла. Ну, окей, нет у меня значительных. То, что вам можно было бы показать, поэтому и встань дальше. Королевский бархат с огромными скидками. Вот если вы уже 40+, и кожа склонна к сухости, вы будете в восторге от этой серии. Вот просто в восторге. Мне нравится в ней все. И дизайн, и аромат, и как эти крема впитываются. Кстати, крема впитываются супер просто. А ночной, это мой любимчик. Он еще такого сиреневого оттенка. Так, какой нежный-нежный. И для глаз тоже достаточно эффективно. Я ему делала тест-драйв вместе с кремом Эколлаген. То есть я месяц на один глаз носила Эколлаген, на другой, ну, не глаз, конечно, на зону вокруг глаз, кожу вокруг глаз. Но я наносила Королевский бархат. И тот, и тот классно справились с своей задачей. Серия Оптималс. Просто вообще какой-то парад скидок. Смотрите, у меня есть крем для век. Он такой классный. Он у меня у дочки, но я тоже у нее иногда его тылю. Потому что он круто снимает отеки. Убирает темные круги. И я знаю, что этот запрос от многих женщин. Вот кого не спроишь, а что бы ты хотела для глаз? Мне, ну, что тебе нужно? Какую проблему решить? Ой, чтоб мешков не было, этих отеков и синие круги. Ну, понятно. Все с нами понятно. Мицеллярная водичка. Тоже где-то есть. Вот сейчас дочка эту заканчивает. И ей нравится. Давайте попробуем, как она макияж снимает. Хотя я делала, помните, может быть, на канале есть битва. Как раз две вот эти мицеллярки я показывала. И средства для снятия водостойкой косметики с глаз. Вот как раз сейчас попробуем убрать то, что мы здесь вот напачкали. Уже надо смывать. Вот она чудесно снимает макияж. Вот стойкие тени, видите, похуже снимает. Вот все ушло. Карандаши. Ой, тут у меня куча хайлайтера. Смотрите, одной половинкой я все убрала. Помадами завершим. И вот чуть-чуть прям осталось. Ну, в общем-то, все чисто, как вы видите. Просто эту часть я уже немножко использовала. Руки вытирала. Все идеально. Водичкой смыть, и все будет классно. Поэтому наши мицеллярки очень хорошие. И у них очень низкая цена. Очень. Просто можно прям затариваться и смело пользоваться. Хороший скраб для лица. Далее. Ой, шикарная маска с глиной. Патчи. Я вообще люблю наши патчи. Они дорогие, но они классные. Серия голубенькие крышечки. Сейчас правильно я скажу. Название все время путаюсь. Ну, где, 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 где название? Ладно, не скажу, чтобы не пугать вас своим произношением английского перевода. Что я пробовала? Да, в общем-то, маску пробовала очень понравилось. И бальзам. А бальзам мне почему-то не очень понравился. Я его дочке отдала. Она сказала, мам, он классный, что он тебе не понравился. Ну, не знаю. Я вообще люблю бальзамы детские. Серия для молодой кожи. Когда дети кричат уже, мама, помоги, прыщики, начинается воспаление, обязательно помогаем молодой коже, чтобы она была красивая. Ой, тут для наших шикарных мужчин Мистер Джордани. С Джордани для девушек. Тут можно странички потереть. А это мой любимый аромат. Я не могла вам его не показать, потому что скоро я им начну пользоваться, когда только полетят первые белые мухи. Я его достану. А может быть, даже раньше. Я люблю его в прохладную погоду почему-то. Так, серия для красивых губ Джордани. Это роскошные матовые помады. Которые действительно, это лучшие помады. Они даже лучше, чем вот эта. Я их все пробовала. Я тогда еле удержалась от покупки, потому что у меня очень-очень много помад. И я себе поставила некоторые ограничения, чтобы хотя бы использовать часть. У меня есть красивые наши карандаши серии Джордани. Сейчас я вам их покажу. Только руки отмыла. Красный. Мой любимый красный. Потом, как он правильно? Гордыня. Сейчас найдем. Давайте найдем, как он называется. Да, Гордыня. Такой нюдовый, но чуть-чуть в рыжинку. Поэтому я его не очень люблю. И розовый. Розовый приятный цвет. Такой пепельный. Не яркий, спокойный. Но на губах вот эти два плохо рисуют. А этот шикарно. Эти можно просто все губы покрасить. И будет круто смотреться. Как будто матовые красивые губы. А эти плохо рисуют. Я не знаю. Может быть, мне не повезло. Но с самого начала так было. Вау! Хочется сказать. Вот это да! Сколько блеска! Сколько красоты! Боже мой! Это новые 5 оттенков с эффектом металлик. Матовый металлик. Будет очень красиво. Поэтому налетайте. Разбирайте. Я думаю, разберут в момент. Подводка. Подводка у меня есть. Я пользуюсь. Это хитрая такая подводка. Смотрите, что она делает. Она моментально сохнет. То есть, если вы медленно-медленно ведете, то раз и кисточка высохла. Но сейчас не успела высохнуть. То есть, одной кистью бывает, что я даже не успеваю накрасить глаз. Мне приходится еще раз нырять. Потому что она моментально сохнет. Она не растечется от ваших слез. Она будет хорошо держаться. Но от слез счастья, конечно же. Вот. Очень нравится эта подводка. Посмотрите, какая идеальная кисть. Просто она острая, длинная, тонкая. То есть, ей можно просто проводить такие тонюсечки. Такие черточки. Такие тоненькие стрелочки. Просто ниточкой вот прям идет. Как, я не знаю, как волосочком кошачьим. И будет новая тушь. Хотелось бы, конечно, попробовать. Я такую кисточку никогда не пробовала. Она меня, конечно, пугает. Потому что я думаю, как это ей вот красить. Ну, я думаю, что ученые все предусмотрели. Будет все красиво. Консилер. Брала как-то. Классный консилер. С кисточкой. Очень удобно. И очень красивый хайлайтер. Это новинка. Хайлайтер в шариках. Бронзовый. Весь переливается. Все это, конечно, здорово-здорово выглядит. И то, что я полюбила и очень-очень хочу. Но я еще не выбрала себе цвет. Потому что, на мой взгляд, здесь какая-то путаница. Вот фарфоровый, он должен быть очень светлым. Ванильный, он тоже должен быть очень светлым. Здесь же на картинках показаны какие-то темные. Я завтра выпишу себе все пробники. Все протестирую. Запишу вам обзор. И покажу уже, как эти цвета будут смотреться на моей светлой коже. Но по качеству это лучшее, что видела моя кожа. То, что она носила. И какой эффект. Просто невероятно. Как будто просто нарядили мою кожу. И ее не видно. Она не забивается. Она просто поцеловалась с кожей. И осталась в этом невесомом поцелуе. Просто потрясающая тональная основа. Я думаю, что вы все ее тоже попробуете. Как минимум, скажите себе пробники. Чтобы они у вас были. Чтобы были свои ощущения. Свои впечатления. На этом наш обзор подошел к концу. Я вас благодарю за внимание. За терпение. За усидчивость. Надеюсь, это было все вам полезно. И вы взяли для себя все самое лучшее. Пишите в комментариях обратную связь. Удачи вам. Крутого классного каталога. Обнимаю крепко-крепко. Люблю вас. Пока-пока.